Непомерно высокие коммунальные тарифы, в разы выросшая стоимость груза, перевозок и высокие процентные ставки по кредитам. Как результат, казахстанская продукция не в состоянии конкурировать с российскими товарами. Об этом и многом другом говорят на встрече с председателем Президиума Национальной Палаты Предпринимателей Республики Казахстан Тимуром Кулебаевым, предпринимателем Южного Казахстана. Как вы знаете, на сегодняшний день доминирующим и основным перевозчиком по Республике Казахстан является акционерное общество Костемер Транс, это дочка АО КТЖ. С момента создания акционерного общества Костемер Транс с сентября и начала деятельности этой компании с сентября 2012 года, рост железнодорожных тарифов буквально с геометрической прогрессией в Казахстане осуществился. Так, по проведенному нами анализу по состоянию на январь 2015 года, относительно сентября 2012 года, стоимость перевозок осуществляема как по территории Республики Казахстан, так и в направлении экспортных рынков, на сегодняшний день увеличилась в 2,5 раза минимум и раз в 7 максимум. Вопрос о том, что услуги КТТ очень дорогие, мы вопрос услышали, мы будем вопрос перед руководством железной дороги ставить. Возмущены предприниматели отсутствием поддержки в вопросах формирования госзаказа. Проблема всем известная, девальвация рубля, дешевый импорт из России, ну и что очень важно отметить, не соблюдение многих подрядчиков закона о кассодержании при закупках строительных материалов. Как решение данной проблемы, вот мы видим, это создание стаб-фонда строительных материалов на базе, например, Госматрезерва, либо других государственных учреждений. Мы, как Национальная палата, занимаемся, это то, что при осуществлении госзакупок, у нас в целом госсектор, национальная компания и плюс бюджеты, на 9 триллионов центов ведут закупки, конечно, здесь мы можем оказать содействие. В целом общением с председателем президиума нацпалаты предпринимателей бизнесмены остались довольны, ведь они не только озвучили свои проблемы, но и обсудили варианты решения самых сложных вопросов, в том числе касающихся непомерно высоких тарифов банковского сектора. Тимур Кулебаев заверил, ставка будет пересмотрена. Мы постоянно через комитет по финансовому сектору ведем диалог с Национальным банком, и там два аспекта – это снижение процентной ставки по кредитам и второе – само наполнение тенговой ликвидности. Саида Турсуметова, Нургали Кошаналиев, Роман Примкулов, информационная служба телекомпании «Утро».